МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Победы, звонкие голоса. В преддверии Великого дня в столице Республики проходит фестиваль детского творчества. Никто не забыт, ничто не забыто. В Чебоксарской школе номер 40 торжественно открыли памятную стелу. Ближе к морю в детском саду столицы появилась соляная пещера. Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая, проходит по всей столице Республики. В рамках фестиваля детского творчества «Победы, звонкие голоса» состоялся парад, в котором приняли участие дошколяты и юноармейцы Чебоксар. Морская пехота, кадеты, десантники. Юные участники шествия выбрали свой род войск. Впервые в этом году в параде, посвященном Дню Победы, приняли участие дошкольное учреждение Чебоксар. В течение нескольких месяцев малыши изучали строевую подготовку и воинские команды. Родители также активно принимали участие. Помогали работникам детских садов готовить военную форму. И мы гордимся, что именно с дошкольного возраста у нас начинается патриотическое воспитание. Мы патриоты своей родины. Мы любим свою республику, мы любим свой город. И, конечно же, если мы не будем это закладывать именно в раннем возрасте, конечно же, о любви дальнейшей и речи не может быть. Под звуки торжественного марша прошли строевым шагом около полутора тысяч ребят. Это и дошколята, и учащиеся учебных заведений столицы республики. Последние принимают участие в таких парадах не в первый раз. Это очень важно для меня. Это честь. Наши деды, наши прадеды воевали за нас. Это очень уважительно для нас. Мы обязаны здесь участвовать. Чем раньше человек научится уважать историю своей семьи и своей страны, тем больше у него шансов вырасти настоящим гражданином. И основы этого уважения закладываются в том числе и во время таких парадов. Эти светлые майские праздники несут огромный заряд патриотизма, нравственного духа. И эти люди будут любить свою землю, свою родину, любить своих родителей, уважать старшее поколение и помнить всегда о победе, о героизме народа в этой великой отечественной войне. В рамках праздничных мероприятий в парке Победы состоялась акция «Сирень Победы». Аллею заложили волонтеры, студенты и жители столицы республики. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Чувашии продолжают работу федеральные проекты по реконструкции детских садов и школьных спортивных залов. Средства на капитальный ремонт дошкольных учреждений скоро должен получить и Красноармейский район. Какие работы необходимо провести, оценила депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Она провела в муниципалитете целый день. Дмитрий Ковалев продолжит тему. К работникам детского сада Алена Аршинова пришла с приятными новостями. Уже в ближайшее время здесь начнется капитальный ремонт. Средства на это будут выделены из федерального бюджета, отметила депутат. Дети растут сегодня и они не будут ждать, пока взрослые построят детский сад или обновят его до современного оптимального уровня. Тем более наш детский сад очередность всегда большая, детей много. Очень хотелось бы. Рады мы за такую новость. Здание детского сада было возведено более 20 лет назад. За все это время здесь проводили только текущий ремонт. Сейчас необходимо заменить ветхие коммуникации и кровлю, а также укрепить фасад. Воспитатели говорят, что в садике не хватает игрушек и новой мебели. Мультимедийные технологии для его коллектива пока тоже остаются мечтой. Все проблемы решатся уже этим летом, отметила Алена Аршинова. Стол и стулья мы купили, а вот мебель полностью нужно обновить. Раздевалочные шкафы, спальные кровати для детей. Мы очень довольны, что вот сказали, что дополнительное финансирование будет. Встретилась депутат Государственной Думы с преподавателями и талантливыми учениками Траковской школы. Ученик 9 класса Юрий Терентьев показал гостям новый проект. Недавно он установил на крыше своего дома солнечные пластины. Молодой человек уже подсчитал экономическую выгоду. Если сам подсоединишь и все сделаешь, где-то на 10-20 тысяч будет дешевле стоить. Это батарея солнечная и намного выгоднее. Для юных талантов создадут комфортные условия. В Траковской СОЖ тоже будет проведен капитальный ремонт. Почерпнула Алена Аршинова на встрече с коллективом. Средства выделят в рамках новой программы модернизации школ. Районные власти уже начинают готовить необходимые документы для участия в проекте. По словам депутата, Чувашия всегда активно осваивает бюджетные деньги. Хочу отметить, конечно, тоже особую роль Михаила Васильевича Игнатьева и его команда, правительства, министров. Благодаря тому, что они очень быстро осваивают те субсидии, которые мы отставим на федеральном уровне, мы работаем командно. Мы попадаем в новые программы. То есть мы получаем больше денег на детские сады, мы получаем больше денег на спортивный зал. Хочу отметить, что мы второй раз уже вовлекли Чувашскую республику в программу по ремонту спортивных залов в сельских школах. Только на ремонт физкультурных залов в этом году республика получит более 30 миллионов рублей. В Красноарамейском районе планируют модернизировать сразу две спортивные площадки. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. В музее 40-го Чебоксарской школы торжественно открыли стелу «Никто не забыт, ничто не забыто». Она стала самым большим и значимым экспонатом Музея Сыны Отечества. Тема продолжит Мария Шоклева. Музею Сыны Отечества 7 лет. В нем экспонаты времен войны, добытые поисковым отрядом память, стенды, рассказывающие о ключевых битвах, а теперь еще и огромная стелла из композита. Никто не забыт, ничто не забыто. Знамя Победы внести! Этот красный флаг, копию Знамени Победы, больше месяца передавали из одного учебного заведения в другое. Но теперь знамя будет храниться здесь, на третьем этаже 40-й школы. Но и это еще не все. У стеллы будет находиться особая книга – книга памяти. «Мы с помощью учеников, учителей нашей школы создали такую книгу памяти. Эта книга памяти содержит 78 фамилий наших отцов, дедов и прадедов, учителей, учеников нашей школы. Ежегодно мы планируем ко Дню Победы издавать, пополнять эту книгу памяти». Почетными гостями праздника стали ветераны войны. Алексей Алексеевич Яковлев знает о Сталинградской битве не по рассказам экскурсоводов. Он сам был ее участником. Заветное желание ветерана не изменилось за 70 лет. «Чтобы мирное небо над Россией всегда светило на славу нашего народа». «Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы подрастающее поколение знало о том, что когда-то жили люди, которые не жалели своей жизни во благо своей Родины. Некоторые даже отдали ее». Праздник продолжился в актовом зале школы. Ежегодно перед Днем Победы здесь принимают в кадеты учеников первого класса. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Мы продолжаем знакомить с судьбами ветеранов Великой Отечественной войны. Герой нашего следующего сюжета Николай Аршуткин. На поле боя он сберегал тысячи солдат от смерти. Николай Аршуткин родом из деревни Большие Яуши Вурнарского района. Когда 17-летний юноша учился в Севильской фельдшерской школе, началась война. Санинструктор Николай попал на 1-й Белорусский фронт артиллерийского полка. Воевал вместе со связистами и разведчиками. Был практически на передовой. Николай Арсентьевич принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши. Имеет медаль за отвагу, орден Красной Звезды и орден Отечественной войны второй степени. Среди родственников он единственный остался жив. Старший брат Алексей пропал без вести на Полтаве. Двоюродные братья тоже не вернулись с войны. Война осталась в памяти незаживающим шрамом. Однажды на крыше одного дома, это было на территории Польши, один разведчик, мой товарищ, друг, можно сказать, даже земляк из нашей чуваши, Горбунов. Вот он наблюдал, как я спустился, направился в блиндаж, по этой крыше дома взрыв, снаряд попал. Я быстро побежал туда, он уже лежит мертвый. Всю послевоенную жизнь Николай Арсентьевич посвятил медицине. Окончил Казанский медицинский институт. До самой пенсии работал хирургом в больнице скорой медицинской помощи в городе Чебоксары. В прошлом году ветерану исполнилось 90 лет. Сейчас его часто навещают дети и внуки. Две дочери пошли по стопам отца и также работают врачами. Чтобы не было впредь войны. С такими словами ветеран встречает 70-летие победы над фашизмом. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. А ученики 14-й Чебоксарской кадетской школы пригласили в гости ветеранов Республиканского министерства внутренних дел, чтобы вместе с ними заложить во дворе своего учебного заведения аллею памяти. Несколько яблонь были посажены юными патриотами совместно со старшими наставниками, в свое время немало сделавшими для становления законности и правопорядка в республике. По словам руководства школы, этой весной стартовала новая традиция. Каждый год аллея будет засаживаться новыми саженцами в дань памяти и уважения тем, благодаря кому улицы городов Чувашии сегодня безопасны. В преддверии Дня Победы республиканские ведомства чествуют своих ветеранов и тружеников тыла. В прокуратуре Чувашии состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие и сотрудники Следственного комитета. Эти люди всю свою жизнь отдали служению Родине. В благодарности грамоты и юбилейной медали «70 лет победы» получили бывшие работники прокуратуры Чувашии. Многим вручены ведомственные награды. Одним из награжденных стал Василий Ефремович Долгов. Ветеран труда он проработал в надзорном ведомстве более 40 лет. Ну, это моя заслуга за военные годы. В военные годы я не только учился, а работал в колхозе. Вот это объединили учебу и работу в колхозе, поэтому мне дали, что я труженик тыла. Мне Чайка прислал личные поздравления с этим праздником. Путин прислал домой ко мне личные поздравления вот с этим праздником. Мой авторитет был не только в республике, но и там меня знали. 9 мая – праздник, который объединяет все поколения. Правопорядок и законность нужно соблюдать во все времена. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. В апреле этого года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека составила 3402 рубля. Это тот самый случай, когда все считается до копеек. Продукты признаются социально значимыми и входят в потребительскую корзину. Ее состав был утвержден еще в январе 2013 года и будет действовать до 2018. Однако цены на товары меняются ежедневно, а меняется и стоимость корзины. В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости. Для сравнения, в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%. Кстати, большинство российских семей тратят на продукты питания больше половины семейного бюджета. Во вторую группу включены непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. И третья группа потребительской корзины состоит из услуг – коммунальных, расходов на транспорт, культурные мероприятия и прочее. Минэкономразвитие Чувашии совместно со специалистами администрации муниципальных районов проводят мониторинг цен на социально значимые товары в ежедневном режиме. Основная задача – не допустить необоснованного роста. В апреле месяце у нас цены стабилизировались, можно сказать. Конечно, есть некоторый рост на отдельные виды товаров, но на большинство товаров у нас происходит снижение цен. И некоторые остались на уровне марта месяца. Ну, на какие товары, надо сказать, что есть некоторые росты – это, конечно, у нас овощная продукция. Но рост цен на эту продукцию у нас происходит ежегодно, весной. Ну, в основном это у нас капуста, морковь, лук. Вы сами все покупатели прекрасно видите, как это происходит. Федеральное законодательство не позволяет правительству ни регулировать уровень надбавок, ни ограничивать уровень цен на отдельные виды товаров. Однако возможности повлиять на ситуацию все же есть. На базе Минэкономразвития создана переговорная площадка, на которую приглашаются сельхозтоваропроизводители, оптовые организации и розничные торговые сети. Зачастую учреждениям удается договориться о закупках продуктов у фермерских хозяйств и их поставке в розничные торговые сети по более низким ценам. Мы совместно с прокуратурой обследуем предприятия торговли, проверяем цены и уровень надбавки, который делается в организациях розничной торговли. На сегодняшний день мы понимаем, что большинство руководителей с пониманием относятся к данной ситуации и устанавливают цены именно на социально значимые продукты питания, они более 20-25%. Свои правила диктует и конкуренция. Чем больше объектов и форматов торговли представлено в регионе, тем больше рынок самостоятельно регулирует цены на продукты. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Молоко тоже входит в потребительскую корзину, и его цена порой существенно влияет на ее стоимость. Для того, чтобы социально значимый продукт доходил до покупателя по приемлемой цене, стали устанавливать молокоматы. Сегодня два автомата, которые продают свежее фермерское молоко, открыли в Новочебоксарске. Автоматизированное оборудование уже год работает в столице республики, доказал свою нужность. К восьми имеющимся скоро добавятся еще пять. А вот в городе Спутники молокоматы появились только сейчас. Юлия Федоровна покупает молоко каждый день. Обычно ходит в магазин. А сегодня решила попробовать молоко из нового автомата. Я первый раз сюда и сюда никогда не пользовалась. Меня сейчас помогли деньги вложить, бутылки брать, потом наливать. Одна помогла, она первый раз в этой жизни. Мне дорого, мне как раз хорошо. Ну, если своя бутылка будет, так там 30 рублей только уже совсем дешевый. В Чебоксарах один молокомат в сутки разливает полторы тонны. Само молоко в молокоматах стоит 30 рублей плюс 7 рублей за бутылку. Но можно наливать и в собственную. Мы давно изучали спрос населения, спрос на молоко устойчивый. В последнее время он даже увеличился. Были и обращения. И женщин с детьми приходили на прием. И поэтому мы изучили опыт Чебоксар. И, конечно, приняли решение, что нам молокоматы очень нужны. Это первый молокомат в Ночебоксарске, но не последний. Молокомат – кратчайший путь от производителя молока к потребителю. От начала дойки до момента заправки проходит несколько часов. В итоге покупатели получают свежее молоко жирностью 4%. Идея самого предпринимателя, еще раз говорю, КФХ Илларионова, который, в принципе, извил желание поставить молокоматы у нас, в принципе, в республике. Хотя это наши производители. Молоко оно Чувашское, с Янического района. Ну и следующий этап – это то, чтобы молокоматы заработали в городах республики. Важно, что молоко в контейнерах постоянно охлаждается. Внутри установлены специальные камеры. Сменный танк из нержавеющей стали каждые сутки тщательно моется на ферме специальными растворами и заполняется свежим охлажденным молоком. Так что качество поставщики гарантируют. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Наркополицейские Чуваши уничтожили 25 килограммов наркотиков. Стоимость партии по ценам черного рынка превышает 25 миллионов рублей. Большая часть сожженных наркотиков – так называемые синтетические наркотики. Спайсы, гашиш, марихуана, героин. Это бывшие вещественные доказательства по 90-м уголовным делам, возбужденным в отношении 100 лиц. Переговоры по данным уголовным делам вступили в законную силу. Наркотические средства в тех случаях уничтожаются согласно решению суда. Процесс сжигания наркотиков проходил под контролем специальной комиссии, в которую вошли представители УФСКН, Министерство здравоохранения и природы Чувашии. Управление наркоконтроля по Чувашии напоминает о том, что любую информацию о сбытии наркотиков или людях, причастных к их незаконному обороту, можно сообщить по круглосуточному телефону доверия, а также с помощью обратной связи на официальном сайте управления. Ближе к морю в детском саду номер 128 заработала галлокамера. В начале учебного года родители обратились за материальной помощью в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Спустя некоторое время соляная пещера открыла свои двери. В детском саду номер 128 разместились 23 группы. В четырех из них дети с нарушением опорно-двигательной системы. Теперь для оздоровления воспитанников детсада, кроме бассейна, физиотерапевтического комплекса с массажным кабинетом, появились соляная и тактильные комнаты. В день оздоровительной процедуры проходит 72 ребенка. Сказочная комната укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. На сегодняшний момент численность болеющих детей уменьшилась. Дети с удовольствием посещают галлокамеру, им это очень нравится. Помимо того, что они просто находятся в галлокамере, они еще и выполняют дыхательную гимнастику, что тоже непосредственно влияет на оздоровление детей и улучшает их дыхательную и нервную систему. В соляной шахте благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определенная температура, влажность воздуха. Различные ионы соли оказывают благотворное влияние на весь организм. Курс оздоровительных мероприятий составляет 10 дней. Продолжительность сеанса регулируется врачом-педиатром. Теперь за здоровье малышей и родителей могут быть спокойны. Анастасия Алангина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Национальной библиотеке продолжается республиканская акция «Литературная палитра Чуваши. 100 книг для прочтения». Название проекта говорит само за себя. Книжный конкурс состоит из трех этапов. Факция Национальной библиотеки стартовала 25 марта и завершится 1 сентября 2015 года. На первом этапе мы вместе с членами жюри, куда входят известные деятели республики, филологи, литературоведы, учителя, специалисты средств массовой информации и просто читатели, отобрали самые лучшие книги для прочтения 100 книг. Сейчас идет второй этап. Членами жюри могут стать все желающие. На сайте Национальной библиотеки открыто голосование. Здесь представлено 302 произведения. 100 книг победителей будут оцифрованы и представлены в электронной коллекции на сайте библиотеки. Такой стала среда глазами корреспондентов Национального телевидения. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok